Анастасия Акарева 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 Идите к ним, заявление пишите Я говорю, сейчас С коляской, говорю, пойду к вам И все, они трубку бросили Вот так вот Вот такое отношение вообще к нам Жалуются пенсионеры и на очереди В Россельхозбанке Говорят, захочешь заплатить Так еще неизвестно, выдержишь ли Несколько часов ожидания Это уж невозможно Народ вот в очереди Я второй раз попадаю туда В очередь в эту Прихожу на улицу До угла очередь стоит Ну все мерзнут Мало того, еще деньги не отдать Еще простуду заработать можно Но сегодня с тобой даже не придется заводить папку Потому что папка капремонта у нас существует И уже давно пополняется материалами Так что мы ее сможем сегодня только дополнить Да, и у нас к великому сожалению Фонд капитального ремонта является Источником постоянного поступления информации от жителей И информация эта столь пестра уже становится Сначала были вопросы к самой программе капремонта Теперь уже сам фонд Никак не может устаканить ситуацию с платежами Я бы отметил здесь еще один момент Некой непрозрачности Несмотря на то, что нам с самого верха Намекают о том, что все траты государственных средств Траты средств граждан должны быть максимально прозрачны С самого начала вызывали вопросы Почему победил именно Россельхозбанк С одной стороны, это, конечно, государственный банк Но он очень слабо представлен в Мурманской области И не его специфика заниматься коммунальными платежами Маленькое количество филиалов только в столице региона По сути И маленькие представительства в нескольких городах области Кроме того, из своего опыта, могу сказать Еще когда был обозначен срок И мы помогали нескольким ТСЖ Организовать сбор средств на капитальный ремонт На счет домов И на счета ТСЖ И в таком случае Вот эти самые ТСЖ Заключили тоже с одним из системообразующих банков Российских, могу сказать, ВТБ И там было им предложено Поскольку есть определенная специфика Собирания таких средств Они копятся в течение года А какие-то ремонты сделать можно По сути дела только летом Потому что у нас сезон ремонтов короткий И средства большую часть времени копятся Вот с одного из домов мы посчитали Должно было собираться 150 тысяч в месяц Со второго порядка 100 тысяч И каждый из этих домов Имеет сейчас по процентам Ну примерно вместо 150 Они собираются 160 Благодаря процентной ставке в год Вместо 100, там 105 Порядка таких цифр И непонятно почему такие же Простые меры не были предприняты Со средствами данного фонда Непонятно Здесь налицо какая-то странная ситуация Теперь уже по сбору самих средств Средства начали собираться Фонд решил все-таки организовать систему сбора Не используя помощь каких-либо крупных расчетных центров Которые у нас в области существуют То есть квитанцию он выпускает самостоятельно? Ну базы по крайней мере для выпуска квитанции Они формируют сами То есть как и поступление платежей Здесь опять же вторая часть вот этой непрозрачности Некой, которая смущает людей Возможно там все в порядке Но тогда это наверное сложно доработать Надо публиковать сколько собрано средств Хотя бы ежемесячно Чтобы отражать Управляющие компании сегодня обязаны это делать На ресурсе реформы ЖКХ И такие фонды распределяющиеся средствами граждан Наверное должны тоже как-то отображать Сколько средств собрано на данный момент Потому что как мы видим по квитанциям Как будто бы не собрано вообще ничего Да, на данный момент получается Что я один из тех плательщиков Кто увидел долг И я профессионально занимаюсь этой сферой И здесь нет никакого там хвостовства Любого человека, владеющего экселем Когда-то около трех лет назад Еще у нас в области не существовала Такой вот системы по созданию этих реестров На которые сегодня ссовается фонд Что именно в них возникла ошибка Вот, эти реестры сводились гораздо более сложным образом И нужно было брать данные Базы данных МФЦ Многофоциального центра о прописанных людях Реестров банков и почты о том, кто заплатил И разные сведения о уже конкретно проживающих Сегодня, к сожалению, начали собирать велосипед с ноля И этот велосипед пока не едет Мне немножко тоже непонятна эта ситуация Потому что мы оплачиваем коммунальные услуги Различные управляющие компании Мы оплачиваем ресурсникам напрямую И проблем таких никогда не было По крайней мере, я их не помню на своей практике Проживание в Муромске И оплата коммунальных платежей И везде есть какой-то реестр этих граждан Почему нельзя было с кем-то договориться И взять все эти списки Правильные и достоверные Потому что мы уже говорили в одной из наших программ Что люди начали получать квитанции Во-первых, стали получать квитанции Те, кто не владеет квартирой Квартира не в собственности А они квартиросъемщики То есть жилье муниципальное Они не должны получать квитанции И, естественно, не должны оплачивать Квитанции за капремонт Многие, как мы с тобой тоже отмечали Получали квитанции с ошибками по метражу Правильно? Абсолютно точно, да И получали квитанции эти люди Квитанции приходили на тех людей Которых уже нет живых Абсолютно точно Препятствием здесь стало Конкретным закон о защите информации Допустим, сегодня многофункциональный центр Не предоставляет в простом обычном режиме Данные о том, кто конкретно С именем, фамилией, отчеством проживает Или владеет какой-то собственностью Они предоставляют исключительно К адресу прикрепляют число Прозарегистрированных там граждан То есть уже, чтобы узнать, кто эти конкретно граждане Как их зовут и кто это есть Нужно делать запросы на низкопойной форме И то же самое, когда получаются Реестры, так называемые, из банка У них содержится только номер лицевого счета И содержится сумма оплаченная В этом плане у компании Сбербанк Уже давно существует система Которой обязаны подключаться все остальные операторы Это так называемая система город Вот у нас, допустим, есть компании Которые там консультируют Они работают с разными очень банками Коммерческими, но сбор И оперирование средств все равно происходит через систему города И вот эта система предоставляет К лицевым счетам, прикрепляет сумму оплаченных средств И ведет по вот этим лицевым счетам задолженность Почему здесь не смогли соединить два простых реестра Это очень-очень сложный вопрос Поскольку это обычная работа с базами данных Для профессионалов в этой сфере Это не составляет труда Как мы уже в прошлой передаче говорили Соответствующая база данных Есть и у Мурманского канала Которые также работают с собственниками Как юридическими, так и частными лицами в всей области Такая информация есть у расчетных центров Которые взаимодействуют с Мурманным энергосбытом Откуда взять эти данные С учетом того, что фонд утверждался Мурманской областной думой Имеет поддержку правительства Да, он заручен все необходимые Учитывая аппаратное влияние руководителя фонда Николая Бережного Я думаю, удастся это достаточно быстро исправить Я надеюсь, по крайней мере, на это Потому что времени уже прошло крайне много Я посмотрел на сайте, указаны средства Которые были государственные Потрачены на создание фонда За 2013-2014 год И уже можно было бы Можно было бы, но нет Я предлагаю вернуться к теме Квитанции, которые волнуют каждого жителя Потому что они получили квитанции с долгами И не знают, что им делать И вот после десятка уже звонков полученных Мы просто поехали и к жителям В первую очередь Мурманской области Мурманск для того, чтобы побеседовать И выйти в квитанции И после, конечно же, отправились в фонд Капитального ремонта Для того, чтобы разузнать, в принципе, в чем причина Для того, чтобы как-то разобраться в этой проблеме Там мы нашли, кстати, тоже очень-очень много пенсионеров Которые возмущенные пришли в фонд Давай покажем сюжет И, в принципе, дадим какие-то ответы Огромное количество возмущенных людей Сегодня собрались в офисе фонда капитального ремонта Чтобы выяснить, с какой стати они вдруг стали должниками Еще с января месяца жильцы добросовестно платят за капремонт А несколько дней назад они получили квитанции В которых говорится, что на них висит долг Доходит до абсурда В почтовые ящики попадают квитанции На имена людей, которых уже нет в живых Мама умерла два года назад Отец ветеран войны Живет один в квартире, прописан один Второй месяц подряд Ему приходят на нее квитанции На него и на нее Вот безобразие ужасное Человек в трансе говорит, как это так? Подарок к 9 мая Пенсионеры очень внимательно относятся к коммунальным платежам Исправно вносят деньги, даже добираясь из других районов На общественном транспорте до Россельхозбанка Ведь известно, что, например, Сбербанк берет процент за такую услугу Я уже в прошлом месяце была у них Сказали, все будет нормально И опять это же самое пришло И так же все-таки пришло А мне снова обратно пришла квитанция За этот вот месяц И долго за те два месяца У них даже есть негде Люди-пенсионеры стоят там до обморка В основном пенсионеры, которые не пользуются интернетом, ничем Кто-то живые люди идут там, это самое, сюда И кто понимает в этих интернетах во всем Вы платил, выходите на сайт Но пенсионеров нет интернетов Куда, на какой сайт выйти, чтобы они вернули деньги? Ужасные отношения Они через рот не могут нормально открыть И не говорят, что извините, пожалуйста За наши ошибки Нет никаких действий вообще Сколько можно пенсионерам трепать нервы? Если пенсионеры откажутся платить за этот капремонт, то город встанет и не отремонтируется Почему? Потому что пенсионеры самые добросовестные Не дай бог придет квитанция, как уже все летят платить Вы посмотрите, что творится Сами сотрудники фонда капитального ремонта видят несколько причин сбоя Ошибка электронной системы, базы данных старые Да и сама схема сбора денег за капремонт новая Еще не успели довести до ума И обещают в ближайшее время все исправить В пользу, так сказать, возможности Прошу людей не волноваться Что мы в ближайшее время, в следующем месяце поправим Несем изменения в саму программу И я думаю, что все получат четкие выберки по деньгам Я еще раз прошу прощения Я думаю, мы это дело устраним Кстати, такие проблемы есть и в других регионах России Электронный вариант платежной системы показал себя с плохой стороны Сейчас московские специалисты совершенствуют компьютерную программу А собственники жилья ждут новых квитанций И надеются, что уже в апреле никаких долгов на них висеть не будет Вадим, получается, что виной всему банальная ошибка Техническая ошибка, которая привела к скандалу Я бы назвала все-таки это скандал Это абсолютный скандал И на данный момент понять состояние расчетов Чтобы внести, допустим, плату Невозможно А получается, что собственник нарушает из-за этого закон И банальная квитанция Это не просто квитанция Это документ Это платежный документ По которому, так как оферта Человек должен оплатить эту квитанцию У нас это, скажем так Не дай бог, еще кому-то могут быть начислены ошибочные пения На следующий месяц Это, конечно, большой урок для нового гарантирующего поставщика Который тоже будет выпускать квитанции Надеюсь, они не учтут ошибки фонда капитального ремонта И при выпуске своих квитанций Это мы сейчас говорим про Росатом Энергосбыт, да? Росатом Энергосбыт, который тоже в ближайшее время выпустит квитанции Я обещал это сделать в конце марта, в начале апреля И мы с нетерпением ждем еще и новостей оттуда Что же касается фонда капитального ремонта Здесь, чтобы нас никто не упрекал, что мы на них как-то набрасываемся Здесь уже просто перейдено очень много моментов Которые, ну, и времени для регулировки было дано много Сейчас, пожалуй, ну, уже дается какой-то один нас население Лимит доверия практически исчерпан Ну, то есть, мало того, что было непонятно, под что деньги собираются И в какие сроки сейчас еще и сама система сбора под вопросом Ну, да, будем надеяться Я немножко более оптимистично настроена Я встречалась с нашими жителями, с нашими телезрителями И многие начинают говорить, что а мы не будем платить, все, надоело И я, конечно, хочу обратиться к ним, что платить надо Просто получив квитанцию, допустим, не написано долг к оплате Хотя бы заплатить вот эту сумму к оплате Для того, чтобы долги дальше не начислялись И ожидать, когда все-таки система приведет в порядок Я думаю, что ее приведут в порядок Учитывая, какой наплыв жалоб и какой резонанс получился в этой ситуации Да, конечно, здесь единственным разумным решением это платить И платить по текущей сумме, начисленной за прошедший месяц И, конечно, раздавать лишний раз панику не стоит Бывает, к сожалению, такое, что нужно какое-то время на регулировку Но мы все-таки надеемся, что церация быстро устаканится Мы дадим каприону, можно сказать, очередной шанс И, возможно, через месяц снова с тобой возьмем эту папку И будем обсуждать, что изменилось в лучшую или в худшую сторону Да, будем ожидать от фонда, что он покажет пример В том числе и управляющим компаниям Как орган, созданный регулирующим органом Как нужно работать и как можно быстро исправлять свои ошибки Я думаю, что фонды тоже есть откуда взять пример Потому что успешно подобные же фонды существуют в некоторых других регионах Да, здесь абсолютно точно нужно перенять успешный опыт других регионов России Он есть и примеры даже в интернете освещены достаточно подробно В том числе и в ряде регионов Москвы и нашего северо-западного округа в Санкт-Петербурге Там очень удобная интерактивная система существует Можно кликом открыть свой дом, посмотреть, как на данный момент обстоят дела То есть система тоже еще не до конца отлажена Только половина домов у них заработала и введены в систему Но все-таки города, где больше миллионами исчисляется количество лицевых счетов Смогли это отладить, я уверен, мы сможем Отлично, это оптимистично, но все-таки можно завершать нашу программу Это была программа «Коммунальный детектив» Смотрите каждую среду на телеканале Артик ТВ До свидания Программа «Коммунальный детектив» благодарит за помощь в проведении съемок ресторан-пиццерию «Корлеона» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok